долгожданный приезд вот наш игрочок он подъезжает в плей-офф получается сказал то что не может пока сейчас выйти на поле потому что тренироваться только завтрашнего дня начнет до регистрации за тобой заеду согласен это будет справедливой а я не могу полить где он был я на велосипедах с диваном поэтому на тренировке завтра первая тренька получается у нас две недели до плей-офф и там уже в плей-офф будем смотреть что как там по состоянию там еще и турнир мкс то уже начнется вот так что две недели и я в общей группе и я в обойме а там уже как я не решит так что будем помогать сюда просто график тяжелый два турнира на время да и слушай но ты вообще какому циклу привык там когда две тренировки или одной нормально будет час для и 2 вообще мы мне сейчас по-хорошему я бы на сбору куда-нибудь уехал неделю на две в кисловоз куда в горы побегать сейчас бы если было ты бы успел перед сезоном но никто же не знал как она там сложится потому что изначально вообще забегая вперед когда первый сезон начинался я с братом говорил нет типа он медийный футбол не пойдет сейчас будет профессиональный типа и промки ахимки подписали и все как я подумал то что ты исчез потом из-за реалити ты выскочил не понял там какая договоренность была и здесь диман хоп хоп где-то там что-то услышал узнал в химки позвонил горит есть ли возможность туда-сюда и вот и здесь остается тут теперь главное понимаете остается чтобы форма была и дальше там уже ты сам определишься когда медийном футболе сезон проведешь профессиональных и будешь возвращаться нет как у тебя вообще по ну по твоим ощущениям посмотрим как в форме буду если буду сейчас чувствовать так как вот число перед приходом химки ну конечно я попробую профессиональные вот я надеюсь набрать форму пройти без травм ну не знаю пока хочу максимум быть полезен тут же еще и кубок россии получается ну я думаю год будет ну до финала ждать и задачи не надо выигрывать вон ящик для кубок россии лига чемпионов нахер мне начать покупать если ты не хочешь побеждать думаю год будет так что ну возможно почему нет окрон он выигрывал как и спартак это хотя ее там на 13 14 месяцев 5 очках от зоны вылета можно забраться в группу почему нет ну сто процентов нет такого ощущения что сейчас медиафутбол по уровню final 2 по деньгам примерно то же самое но при этом тут график посвободней и болельщики атмосфера другая выходит с улыбкой ну именно то что я слышал у других ребят и то что вот брогах ну и ежедневные тренировки подготовка игре одну атмосфера в плане именно подготовки до после игры там можно там собраться где-то официально типа внуши гуляй там руководство разрешает вот то что-то тренируется три раза в неделю вот здесь подготовка ну максимально и насколько я знаю приезжают ребята все прокинул ежедневно не просто там я буду я не буду ну серьезно подготовка я не знаю если штрафы занятку ну или по крайней мере какая-то причина но все на лучше на хорошем уровне как во второй лиге точно я играл автор лиги сейчас знаем туда ну ажиотаж выше ажиотаж вторая лига я вот матчи смотрел да просто какой-то говно трансляция пять человек ну при всем уважении здесь все ждут эти матчи ставят там будильники думают все еще будет зарубой по факту посадим сколько людей в один сок было ты монтан один из этих деятелей ты все же вдумайся мы все вот на глазах у людей создали индустрию вот что ценно и каждый человек который смотрит приходит он может чувствовать себя типа одним из создателей вот это дорогого стоит а вторая лига к сожалению нужно реформировать каким-то образом я не вижу вообще резона людям за 40 тысяч ездить на автобусах через всю страну и там такие истории слышал понял там люди по 20 часов на автобусе идут одну игру играют выходят с кривыми ногами на юге и опять же единственная команда сейчас второй лиги это как ротор там 23000 приходит у них стадион ну при этом они вроде сейчас не выйдут но единственная команда это ротор вот и все во второй лиге мне там двадцатка приходит там 10 14 тысяч каждый тур ну все остальные мать приходит 50 100 человек а то что ребят будем работать у нас обойма страшно это люди таланта такого увидите на футбольном поле этим напомнить что все то что происходит происходит благодаря в том числе бэдбум это лучшая легальная букмекерская компания в россии полностью лояльная к нам она нам помогает и выстраивать составы нашей мечты сохранять этот позитивный вайб ну а вам она помогает ставить с максимальными коэффициентами в абсолютно разным видом спорта там футбол и все вот димитрий боксом начал увлекать но я люблю российскую премьер-лигу потому что там действует акция 2 и 0 ставишь на одну из команд и она ведет по ходу матча с разницей в два мяча то ставка автоматически засчитывается как выигрышная поэтому проходите по ссылке закрепленном комментарии и получать от 10 тысяч на первый депозит бэдбум открою ну что закончили мы первую тренировку как тебе нормально втягивающая тренировка вот пробежались размялись пробежались потихоньку нагрузки будут увеличить с каждым днем завтрашнего дня я тоже форму с собой беру вместе будем бегать сегодня так немножко пробежался как те стадион наш родная наша арена нормально симпатичный стадион уютный мой дом моя крепость вода сегодня отрывался со мной вторую часть завтра сказал возьмет вещи тренировочные полноценные и все и будем вместе насколько возможно да сколько сколько у меня сил хватит столько и будем бегать ну дэн поэтому всю тренировку проведет нас александра сегодня нормально так и силовые какие-то дала упражнения мы тут по подтягивались что по коллективу скажешь как тебе вообще атмосфера атмосфера после игры даже даже вот перед бебеги приезжал вот придаться дружные коллектив подобран мне кажется вообще отлично вот все друг друга дополняют всегда приятно после побед ну и после того до игру после перед бебеги тоже после титана но среди все готовились бились но друг другу поддерживали поэтому и кстати мы еще и поедем вместе в нижней да тоже станете то есть тренировки у даже на выезде и там предигровые пропускать не будет я думаю вот так по состоянию ну где-то еще две недельки пару лишних килограмм минус и уже на футбольном поле мы сможем увидеть тем более сейчас идет у нас продолжается процесс договоренности с мкс и как говорится вероятность то что мы там примем участие тоже она довольно большая там еще и кубок россии нам сказали что мы стадионы не соберем но как известно мы их собрали и вроде как даже играть умеем и кого-то обыгрывать поэтому у нас игроков должно быть больше и вот дэн чувствует вот чувствует что что-то приближается и потихонечку набирает форму душа вот у тебя же были сбор да наверно какие-то вот и все не рассказывал бойко еще или кто-то тренер когда был ну да были тяжелые до сборов циска софии много бегали много ну да одни из самых тяжелых сборов были там просто беготняют я больше насти ручный процесс когда он чем-то вот так вот разбавляется да нежели просто на фоне на сюда хочется как даже беговые какие-то упражнения ханеру наш от рубине тренер не знаю работа сейчас там нет у него силовые тренировки все через мяч точно тоже круто когда спартаке 2 работал на и в основе блин и то же самое набираешь каждый свой подход просто бегать конечно не каждый один футболист не любит а когда ты это с мячом с какие-то упражнениями ну спарай от улича тоже силовые тревоги вали но это правда да и вот с мячом по-разному у каждого способ то старой закалки тренера беда работа на просто просто функционал а вот пик его твоя форма когда было вот чтобы его чувство себя как раз орехового зуба я себя был в идеальных кондициях про овоща и вот переход химки это что перестал играть игровую практику я все но что отношусь к таким футболисту которая каждую выходные нужно играть постоянно быть в форме вот если пропускаешь там даже месяц ты уже не играешь все то скажет там что там футболист всегда должен быть готов там даже если он не будет играть долго через процесс я не соглашусь это все равно не так поэтому надо именно игровая практика тем более там в основном когда это молодой футболист ему постоянно надо играть если не играешь должен уходить дальше куда-то в другое место играть самое важное это играть получать игровую практику у нас здесь арсений капитаном как раз тоже на этот счет у него там были прецеденты когда он из-за того что старт не попал замены выпускали вот он ушел он же выходил на замену разные вещи шон на бывает что ты не играешь просто по два месяца и какой-то тебя пускают ну конечно да ты должен быть готов все это отмазки типа но и короче не покажешь да но нет может ну блин как сложится куда ну мне я не за мне надо постоянно быть в игровом тонусе и все хайм в принципе принципиальная команда когда я только обучаясь знакомиться я могу сказать туда в целом я во блин яду мне нравится тут роз мне не нравится amcal ну блин я смотрю тут роз я знаю многих пацанов оттуда рукава не знаю что не нравится там на нормальные просто вот если это же как две глыбы футбола такие если играть между ними то я выберу друг от них хотел бы казаться мне зачем но у меня нет такого его перехода вот эти зачем ну нет все я вот здесь значит здесь в мире футболе заметил что в принципе очень много переходов я просто не понимал если там убирают или что-то ты ищешь какой-то другой как клуб а вот так что перейти не знаю даже искала в тут роз просто многие номер это молодые ребята или такие которые только начинают чтобы засветиться неинтересно ну зачем смотри ты был в реалити куда-нибудь еще звали кроме в руках я слышал тебя в народ назвали может шахи команда предлагали нет вот сейчас только начали не вот у меня дима президент да вот а сил на просмотр вот ну смотри пошли пошли слухи после вчерашней конференции что пост сезона будут переговоры с народной для нее раз хорошие отношения у меня друг там строго у меня ребята не зачем если я здесь значит ну что все люди неправильно поняли вчера твои высказывания ну да да я войну блин мне там все друзья все мы все знаю но блин спартаковская семья большая все равно все друг друга для всех пусть ну чё тут уже говорить народные нужно еще думать о том что дальше будет потому что им то одно дело один турнир а на дистанции ренда давать это другое почему не состав почему пробовать ну блин во первых я говорю мне никто не предлагал никуда это факт ну как я вчера там соусом даже общался просто ну никто не знал что я там там восстанавливались там не играю вот но все если я договорился я здесь ты следил до этого за броками не скажу что прям фанат сидел я на диму подписан интересного читать под телегу постоянно он интересно его отпишет но статьи и там в плане футбола и медиафутбола а чтоб я там намеренно смотрел хоть один матч полноценный в медиафутболе ну нет такого него зато сыграл нас приехал ну играл да за а чтоб смотрел именно ну нет не осилил пока у вас сейчас первый матч который посмотрел по телевизору это вот студроцкий тебе нравится какой вайп несет дима какой вайп приносит брокер да мне нравится смотреть как они бэдбум вот это все да кстати он бэдбум это лучшая букмекерская контора если у вас ставить ставку и счет матча 2-0 это ставка автоматически защитная как в российской премьер-лиги да по ходу матча когда выиграют 20 шарит он медиафутбол с двух ног пошел все осталось только форму набрать и дальше я думаю две недели будем потихонечку видеть на поле а так у нас и конкуренция в составе приятный тут обратные замены есть то есть медийный футбол за все за счет вариативности решает видел сколько раз мы поменяли допустим по ходу встречи с гротами это реально играет знаешь можно перестановки делать почему 46 номер не знаю я почему-то вообще мне один из моих футболистов всегда в россии был дзагоев я вспомнил что сиска начинал был посторожным номером и просто что-то мне в голову это пришло несколько хочешь номера я назвал не странно что у игрока спартака любим футболисты вагнер карвале особо не двигались новые головы за него